Здравствуйте, я Анатолий Алексеевич, вам слово. Можешь повыше поднять, потому что вы сутки. Последнее приготовление идет проверка звука и даже звучание новостей о предстоящих выборах. Его работа очень важна с точки зрения легитимизации этих выборов. Все должны понимать, что проходит, как проходит, и главное, как реагируют соответствующие должностные структуры на какие-то возникающие ситуации и как быстро находятся решения. Для того, чтобы быть на связи со всей республикой, скоммутировали сотни проводов, настроили десятки камер и другой аппаратуры. Пресс-центр разделен на три условные локации. Это основная площадка, где будут выступать спикеры. Вторая локация – это для выхода в интернет, для связи по скайпу и вещания в режиме соцсетей. И еще одна площадка для выхода корреспондентов в прямой эфир новостей. Сюда в режиме нон-стоп будет стекаться вся информация с участков для голосования. На большом табло покажут всю картину выборов республики. Впервые организатором информационно-экспертного центра стала общественная палата республики. Подготовку я оцениваю на отлично. Все подготовлено с точки зрения технической, технологической. Функцию он будет выполнять следующее. Впервые общественная палата республики Татарстан, впрочем, как и общественная палата России, осуществляет общественный мониторинг соблюдения избирательных прав наших граждан. Освещать ход голосования готовы полторы сотни журналистов из двух десятков изданий. Для них в информцентре приготовили рабочие места с интернетом высокой скорости. Целый день отсюда будут выходить и прямые включения, в том числе корреспондентов нашего телеканала. Делиться последними новостями и комментариями здесь будут представители ЦИКа, политики и эксперты. Свою работу центр начнет завтра в 7 утра. Здесь огласят и итоговые результаты выборов президента России по республике.